друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки также напоминаю что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш теграм а канал где мы на ежедневной основе постим огромное количество торговых людей и общих наблюдений по рынку контентом друзья в том числе занимаюсь и я поэтому на информацию стоит полагаться если вы хотите в целом разбираться во всех основных новостных сводках которые на а площадках присутствуют ну что же торговая сессия а понедельника низко ликвидный день поскольку отдыхали сша и англия сегодня уже на глобальной рынке возвращаются все трейдеры мы вправе рассчитывать то что сегодня движение платильность будет повыше но торговая сессия понедельник она точно не разочаровала более того вчера мы по ряду активов достигли наших целевых значений и это конечно же подняло настроение я уверен то что те тренды которые сложились и продолжают развиваться они смогут упрочить и ускорить свою текущую динамику но прежде всего это акцент делается на восстановление риска и снижение курса доллара и мы друзья в соответствии с этим сможем еще больше заработать но если конечно же вы верите также сильно как и я в идею слабого американского доллара давайте сегодня начнем с рынка нефти я думаю что это правильно потому что на мой взгляд с точки зрения позиционирования опять же ожиданий того какой актив будет самым интересным опираясь на фундамент то конечно же это нефть сегодня поскольку мы ждем заседание опек в 13.00 по московскому времени заранее хочу отметить что волатильность будет точно на высокой и я предлагал вам еще ранее торговать волатильностью чтобы ожидать каких-то изменений риторики или даже пусть и повторения в общем рынок точно это событие бы отыграл мы достигли наши цели друзья по бренду 70 долларов за баррель сейчас котировки 70 13 я вне рынка если вам интересна моя точка зрения стоит ли держать позиции дальше я думаю что стоит поскольку точно сегодня вернуться страны участники энергетического факта к вопросу относительно того насколько целесообразно увеличить нефтедобычу в этом месяце и в последующем но разбирать они эту дорожную карту будут с учетом потенциального прорыва переговорах между сша и ираном и соответственно потенциальных поставок на глобальный рынок рынок иранской нефти то есть в целом на если мы предположим что сделка будет ядерная сделка и концу года иран вернет на энергетический полтора миллиона баррелей в сутки то с учетом еще и доп притока предложения а со стороны стран участников факта еще полтора миллиона получится 3 миллиона баррелей это много я на вчерашнем вебинаре уже комментировал что мировая экономика каким бы вы ни были друзья оптимистом мировая экономика с учетом тех показателей экономического восстановления не сможет переработать такое количество предложений поэтому страны опек скорее всего могут сегодня скорректировать и скорректируют объемы нефтедобычи в последующие периоды и если решение будет таким то рынок нефти продолжит сегодня восстановительную динамику может быть правы были эксперты аналитики сети которые ожидали 75 долларов за баррель и а выше я друзья довольствуюсь от малым всех день принципе не заработаешь а будут еще точки входа я о них вам расскажу также на рынок нефти интересен сейчас учетом обновленных прогнозов по экономическому росту все вы наверняка видели последний квартальный доклад организации экономического сотрудничества развития в этом году темп экономического роста могут оказаться максимальными с 1973 года 5,8 процента если сравнивать с тем что мы видели по мировой экономике в прошлом году серьезный контраст потому что в двадцатом пандемичном году а спад экономики составил три с половиной процента здесь рост на 5,8 процента конечно же общий тренд роста мировой экономики опирается на восстановление регионов в частности сша за которыми мы следим по прогнозу организации экономического сотрудничества развития а могут вырасти на 6,9 процента с 6,5 процента очень сильно контрастирует этот актуальный прогноз тем что было раньше и возможно друзья при таких трендах в конце концов концу года а эти ожидания станут еще более радужными и оптимистичными все это располагает к тому чтобы сейчас покупать друзья риск и не иметь дело с долларом поэтому повторяю рынок нефти у нас в приоритете длинная позиция но лично я после достигнутого тейк профита на отметке 70 посижу на заборе индекс доллара восемьдесят девять семьдесят семь здесь нужно говорить про инфляцию индекс расходов наличное потребление три один процент это максимум с девяносто четвертого года потом проект бюджета байдена на 6 триллионов долларов для сравнения в двадцатом году когда регион страна тратил очень много денег на преодоление последствий к вида эти расходы составе полтора триллиона долларов сейчас в четыре раза выше все конечно же ждут пятничный релиз полном фарм пэрлс я ожидаю что статистика скорее всего разочарует то я думаю что ближе к делу мы детальнее обсудим это но на фоне еще одного слабого релиза конечно же будет больше причин фокусироваться на важности необходимости целесообразности сохранения мягкой экономической политики федрезервом что негативно сказывается на динамике доллара золото растет причем лично мне уже надоело друзья говорить про инфляционные риски я надеюсь что вы все это уже прекрасно знаете что золото лучше хедж от вот этого давления глобального которое фиксируется не только а в штатах я думаю что повсеместно в мире интереснее понаблюдать за тем как поступают институционалы центральные банки и в целом страны в отношении золота так вот китай за которым я традиционно слежу стать это статистикой данные от рейтерс а в прошлом месяце увеличились закупки золота только через гонконг примерно 52 тонны это почти на 220 процентов больше чем на месяцам ранее и если мы сейчас поставим цель разобраться как и насколько были увеличены покупки индии например канады австралии я думаю что цифры будут схожими спрос на золото есть поэтому пользуемся поддержкой ждем 1950 и выше доллар канадец 1 20 48 сегодня в 15 30 по московскому времени были данные по экономическому росту я считаю что статистика скорее поддержит канадца ожидания 1 процента это в рамках на прошлого месяца достаточно еще не забывайте снижается доллар и растет рынок нефти 1 20 но прям точно мы должны пробить этот уровень и произойдет это в ближайшие дни новозеландец лонг держим 0 72 79 цели 0 74 евро против доллара растем 12226 сегодня в 10 55 посмотрим на данные по производственному индексу германии после последних ифа и в целом настроение в экономике бизнеса и потребительских я думаю что точно производственный сектор будет на коне еще одна локальная фундаментальная поддержка цели 1 2350 фунт против доллара 14234 уже на 50 пунктов мы выше тех уровней с которых заходили в эти длинные позиции восстановление экономики вероятность повышения процентной ставки и окончательное снятие снятие карантинных ограничений с 21 июня все пока что друзья как по маслу идет работаем с трендами и оставим на снижение курса американского доллара на этом собственно все хорошие торговой сессии всем пока пока